Привет мужики, в этом видеоролике я покажу свою советскую закидушку, точнее точную копию. Мне для этого понадобится вот такой мешочек. Изготовлять данный монтаж не нужно. Мешочек я всегда ловил, ложил в руик. Это та самая закидушка, которую я ловил в советское время, в школьных годах, плечика. Заместо каши я возьму тряпку, чтобы просто наглядно продемонстрировать, как это все дело выглядит. Видео снимается в информационно, как говорится, познавательных целях. И делать такую оснастку совершенно не нужно, еще напомню. Я знаю, что кто-нибудь на канале написал, ой, там зачем такое делать. Еще раз говорю, делать ее не нужно, для того, чтобы просто показать. Каша у меня была гороховая, перемолотая через мясорубку. Данную кормушечку, то есть сеточку с кормушкой, можно было привязать как на основную леску, а можно было сделать монтажик съемный. Закидывалось это все при помощи спиннинга, на которой стояла инерционная катушка. Добавок ко всему, кидать нужно было совершенно недалеко. Раньше реки были глубокие, а там метров может быть на 7-10, и дальше уже начинались ямы глубиной от 6 до 9 метров. Кто изучит узких, знает, это был остров Большой Конявец, его конец, там были ямы. Кто, конечно, не изучит узких, ему ничего не скажет, этот остров под названием Большой Конявец. После чего сеточку обычно просто привязываем к саму сетку. То есть обычным простейшим узлом. Главное, чтобы все крепко держалось просто-напросто. Никаких рыболовных хитрых углов совершенно не нужно. Мне это было совершенно не надо. Сейчас, что касается, как говорится, самих крючков. Я когда делаю здесь петельку, привожу, как будто это, как говорится, монтажик съемный. Хотя я говорю, я ставил иногда и на основной, и иногда на съемный монтажик. То есть в конце просто делал петельку, и потом соединял основную с этим монтажом, беда петлю, и все. Лещики ловились, как он достаточно хороший. Самый крупный у меня был 4200, это в Советском Союзе. В России самый крупный 3300. До сих пор переплюнуть рекорд Советского Союза я не могу. Как не пытаюсь. Есть по 1,5, по 2, по 2,5, там, по 2,800, но... 4300, или 4400, нет. Сейчас мне понадобится леска, привязанная на концах по крючку. Крючки крупные, большие, потому что на насадке будет либо шур, либо круто. И привязываем обычной двойной восьмеркой чуть повыше кормушки. То есть просто соединяем, прописываем и сворачиваем вместе. Обычной двойной восьмеркой ничего не придумываю. Дальше кормушки, как говорится, это ничего, никуда не выскочится. Я что-то продемонстрирую. Когда лесчик приходил и попадался на крючок, кстати, на леске рядом с удеречем стоял колокольчик. То есть, когда рыбка приходила, хватало на шурку, попадалась на крючок, колокольчик брякал, и всё, мы это заставали. Кстати, поводочки здесь получаются совершенно небольшие. Очень маленькие. Потому что длинные поводки здесь на этой советской закидушке не нужны. Вот так это всё выглядит. Да какой бы поводок рыба не тянула, как говорится, вся нагрузка приходится на основную. То есть, лишь просто приходил кормиться к этой самой кормушечке, где выходил мелко-мелко перемолотый горох. И видел две наживки. Вот такого рода советская закидушечка. То есть, та самая закидушечка, которую я ловил в советское время. Это её точная копия. Один в один. Единственное, что её отличает, в отличии от той, это то, что за место каши я поставил тряпку. А так там была бы каша. А теперь, в принципе, зима куда-то закидушка не полезет. Ещё раз напомню, делать и изготавливать такую снасть совершенно не нужно. Хотя она до сих пор считается рабочей. Многие, некоторые из наших устюхов, кстати, до сих пор ещё ловят такую снасть. Но видео снималось и делалось чисто. Из информационно-образовательных вопросов. Ну так, для информации, чтобы вам показать, что это за закидушка. И как она выглядела вообще. Ну и вообще всё это такое. Сейчас много фидерных монтажей, фидерных кормушек. Вот так. Всем удачи, всем пока. С вами я буду прощаться. До встречи в новых роликах. Не хвастаньте в шее.